Всем привет! Добро пожаловать на зону Лазерсона. Необычный ведущий, возможно, даже кто-то из новых подписчиков меня не знает. Меня зовут Соня Лазерсон, как вы можете догадаться. Я Ильинична. Давно меня очень не было на канале, потому что я как-то... Вернее, я была, но как-то за кадром и не снималась особо. А сейчас у меня есть замечательный повод, потому что я хочу вам показать два очень классных пирога Клапути. Они будут как бы по одному принципу сделаны, но один сладкий, другой как такой закусочный. Вообще, Клапути — это моя любовь, потому что этот пирог готовится очень-очень просто, и он вкусный. Мы сегодня готовим Клапути с кабачком, с сыром, а также с вишней. И у меня сегодня есть такие потрясающие формы. Я про них расскажу чуть позже, пока мы с вами начнем готовить. В принципе, Клапути готовится где-то минут 5, плюс еще 40, он будет запекаться. Первым делом я включила духовку на 170 градусов, потому что мы сейчас вот с вами все быстренько сделаем и будем отдыхать. Значит, первая начинка — мы будем кабачки делать вот в этой форме побольше, а с вишней поменьше. Это жареные кабачки. Это очень хороший способ утилизировать кабачки, которые вам уже вот тут вот сидят, и вы не можете их есть в жареном виде. Может быть, у вас осталось там в холодильнике, вы нагрели, жарили, что-то такое. Любые кабачки можете свежие, ну как бы для этого специально пожарить, можете взять какие-нибудь вчерашние. Единственное, я их немножко разрежу, чтобы удобнее потом пирог было нарезать. Я просто беру свои жареные кабачки и выкладываю в форму. Клапути чем прелестный пирог? Тем, что мы просто выкладываем любую начинку, в принципе, в форму и заливаем тестом. Если по-русски, то это заливной пирог. А еще один пирог, который я очень люблю, он готовится по принципу заливного пирога, — это киш. И знаете, у киша есть там определенный рецепт заливки, вот это яичный, который используется. Единственное, киш отличается тем, что у него песочное тесто внизу, а сейчас мы делаем без теста. У киша есть особые секреты заливки. И сейчас я эти секреты киша немножечко переведу в клафути, потому что изначально клафути готовится из яиц молока. Это практически блинное тесто, немного муки. А я еще добавлю чуть-чуть кишевых ингредиентов. Вот мои кабачки уже выложены в форму. Вы, кстати, не знаю, заметили или нет, что эта форма очень необычная, потому что она не керамическая, она стеклянная. Я уверена, вы никогда не видели такой формы, потому что это, в принципе, уникальная европейская разработка. А это стекло, а внутри антипригарное покрытие, причем оно супер качественное, экологичное, безвредное, спокойно можно в нем готовить. Такой микс антипригарного покрытия стекла придумала фирма Витренор. Собственно, это их форма и есть. Вот эта форма со мной уже давно, я в ней часто готовлю, она, видите, выглядит как новая. А вот эта форма абсолютно новая, даже еще в упаковке. Я специально ее оставила, чтобы вы посмотрели, как это все выглядит. Это тоже стекло. Вот это красное, я так захотела специально, чтобы у меня были разные цвета, потому что меня просто вдохновляет готовить, когда у меня есть классные какие-то кухонные аксессуары, формы, посуды и так далее. И вот эти формы две меня вдохновили на клофути, чтобы я вам показала. Так что можете благодарить Витренор за то, что у нас сегодня есть новые рецепты. Значит, дальше. На мои кабачки я просто выкладываю сыр. У меня сейчас это брынза. Также можно взять фету, в принципе, без разницы между этими двумя сырами. Еще очень вкусно сюда положить козий сыр. Знаете, есть такой мягкий козий сыр, как творожный. Он называется шавруф, тоже французский. И сюда он просто шедеврально вписывается, но он, во-первых, достаточно дорогой такой, сейчас его не везде купишь, поэтому я решила использовать фету. Но если найдете козий сыр, лучше возьмите его, вам понравится. Можно взять также моцареллу, но желательно какой-то соленый сыр. Так вот не нужно перебарщивать, но тоже, чтобы сыр ощущался. Такими небольшими вот такими кусочками стараюсь его выложить. Сейчас я это все еще посыплю мятой, потому что с кабачком идеально сочетается мята. Можно взять свежую мяту, ее мелко нарубить и положить. Я беру сухую, потому что не купила просто свежую. Но на самом деле, знаете, в пироге это не играет какой-то супер важной роль. Вот есть какой-то лимонад, готовят сюда лучше взять свежую. Так вот присыпаю, знаете, без фанатизма. Чуть-чуть. Вот так вот, чтобы просто был такой аромат мятный. И когда я насыпаю мяту, я ее так перетираю немного руками. Это секрет добавления специй. Вот. Эта форма готова, в принципе, для того, чтобы мы ее заливали, поэтому я ее оставлю. Берем нашу вторую форму. Они мне, конечно, очень нравятся. Они такие легкие. И знаете, в чем еще преимущество форм Витринор? В том, что они не боятся перепады температуры из-за того, что это стекло. Я могу из духовки сразу достать и поставить в холодильник. Этой форме ничего не будет. Такая вот тут есть бумажка, где написаны все преимущества. Ну, в принципе, я вам уже часть озвучила. Мы ее выбросим и помоем форму, потому что она новая. Форма чистая. Сейчас мы сделаем здесь заготовку для вишневого клофути. Вы заметили, что я выкладывала кабачок, ничем не смазав форму. Также сейчас буду поступать с вишней, потому что антипригарное покрытие, оно сделано в Испании, а сама форма отливается во Франции. Необычная такая компоновка, но я думаю, что это гарантирует нам качество, потому что во Франции плохого не сделать. Я вообще очень люблю все французское, обожаю. Я солью сейчас воду с вишней, потому что, видите, она немного заморожена была, и сейчас, когда растаяла, выделила сок. А нам лишняя влага вишни не нужна. Поэтому я ее слила, и сейчас я добавлю немного крахмала. А если вы используете свежую вишню, то тоже нужно добавить крахмал, потому что при выпечке из вишни выделяется еще больше жидкости, а крахмал ее связывает. Крахмал начинает работать тоже при нагревании, и тем самым, как бы, у нас не будет водянистого пирога. Я думаю, что кто хоть раз готовил какие-то пироги с вишней, тоже это прекрасно знает. Буквально столовую ложку, здесь у меня 300 граммов вишни, это стандартная пачка замороженной ягоды. Можно было взять еще больше, но я не хочу делать прям огромный пирог. То, что вот эта маленькая форма, она мне нравится тем, что она такая, знаете, на две порции, поэтому я и буду делать на две порции. Смотрите, какие я взяла две миски. Одна в цвет кабачка, одна в цвет вишни, чтобы вы не запутались, где какая заливка. Принцип заливки один. На каждое яйцо пол столовой ложки сметаны жирной, 50 миллилитров молока и 25 граммов муки. Но поскольку форма у нас разного размера, я буду немножко подгонять. На эту форму я возьму, наверное, 4 или даже 5 яиц, на эту возьму 3 яйца. Сейчас сделаю базовую вот эту вот заливку, а дальше буду добавлять разные компоненты уже в зависимости от пирога. В итоге здесь у меня 5, здесь 3. Соответственно, сюда я кладу 2,5 столовой ложки сметаны, сюда 1,5. Ну, как бы ложку я считаю такой вот полную, с горочкой, что называется. Теперь идет молоко, 50 миллилитров на каждое яйцо. Стакан 250, соответственно, я наливаю целый стакан кабачки и где-то 3,5 стакана вишню. На самом деле, как бы в таких пирогах не критично, если вы положите чего-то чуть больше, чуть меньше, потому что оно все равно все испечется. Если бы мы готовили какой-то с вами утонченный десерт, то да, там бы имело значение каждый грамм. Здесь, если я на 10 граммов меньше или больше наняла молока, это абсолютно не страшно. И теперь мука. Муку тоже, в принципе, буду медлить стаканом, только сухим. В стакане 250 миллилитров. Если мы насыпаем сюда муку, получается ровно 150 граммов. Это выверено за все мои года кулинарии, поэтому я сейчас в вишню добавляю, соответственно, 75 граммов мне нужно. На 3 яйца 75, на 1 25. Соответственно, я насыпаю ровно полстакана. А для кабачков мне нужно 125, соответственно, это почти целый стакан. Не добираю 1 пятую. Вот если готовим киш, то там не добавляется мука в заливку, потому что сам пирог делается на тесте. То есть тесто выступает как бы таким барьером, и в нем потом удобно как бы подавать, и пирог никуда не вытекает. Но начинка получается довольно мягкая. А этот пирог у нас же не от теста, соответственно, мы его будем подавать сразу как бы выкладывая из формы. И он должен у нас дружать форму, поэтому добавляется мука. Вот, базовые заливки готовы. На 3 яйца и на 5 яиц. Дальше теперь начинаем делать уже специализированно под каждый пирог. Значит, в вишневую заливку я положу в ванильный сахар. Ну, знаете, так, на глаз примерно чайную ложку. В ванильный сахар в вишневую заливку я кладу для того, чтобы перебить немножко такой омлетный привкус. Потому что в кабачке это ничего страшного, ну, как бы это закусочный вариант, идут даже он в тему. А вот в вишневом не совсем, поэтому в ваниль добавляем. Можно добавить стручковый ваниль, если она у вас есть, это даже будет лучше. Или ванильный экстракт. Также сюда добавляем, естественно, сахар. Сахар по вкусу. Я добавлю сейчас примерно 3 столовых ложки. Я не хочу, чтобы он был очень сладкий. Я люблю такую благородную кислинку вишни. И также отправляется сюда щепотка соли. Щепотку соли всегда добавляем в десерты для того, чтобы оттенить вкус, он был приятнее. Также, конечно, соль идет и в кабачки, но только здесь уже побольше добавляем. Но не забываем, что у нас соленый сыр, поэтому перебарщивать не стоит. И также в кабачковую заливку я отправляю горчицу. Это как раз-таки немножечко фокус из киша, из пирога киш, потому что там это используется. Дижонские горчицы желательно добавить. Если нет, тогда можно и русскую, в принципе. Две чайные ложки добавила. Эта горчица не будет чувствоваться как горчица. То есть, если вы ее ели в чистом виде. Она будет придавать такой вот необычный, немножко пряный такой вкус. Я даже не знаю, как объяснить это, нужно просто попробовать. Еще, знаете, добавлю немножко белого перца в массу. Можно, в принципе, сверху на кабачке, это не имеет какого-то особого значения. Прям перемалываю. Почему белый перец? Потому что у него просто более подходящий вкус для кабачка. И все это хорошенько венчиком перемешиваем, чтобы не было комочков тщательно. Да, кстати, изначально Клофуте это именно сладкий ягодный пирог. С любыми ягодами можно готовить, но мы как бы кабачки должны же куда-то использовать, которые со всех поселков сейчас к нам отправляются в гости. И заливаю аккуратненько, чтобы кабачки не повсплывали и не сбились в одно место. Так, и теперь вторую заливочку готовим. Можно даже блендером это сделать, потому что все равно достаточно как бы нужно сильно мешать, чтобы все комочки ушли. Готово. Вот какая красота получается. Смотрите на это. И все. Теперь мы это отправляем в духовку. Минут на 30-40. Нужно смотреть по готовности. Я, когда уже все испечется, я вам скажу, сколько у меня прошло времени. Потому что, ну, вот эта форма у меня примерно 16 на 16 сантиметров. Вот эта, не помню уже, сколько в диаметре. Потому что она была написана, потому что она новая. Это уже не помню, но она небольшая. Ну, как бы, вы видите, да, она примерно такая, стандартная. Вот, так что сейчас посмотрим, сколько будет запекаться. Я вам скажу. Ну что, прошло полчаса. Проверим, как там наши пироги. Так, с вишней. С вишней, видите, еще серединка мягкая, шатается. Можно так и проверять. А по краям уже все стоит. Иначе ему еще нужно минут 15 лет. Кабачок. А кабачок, кстати, чувствует себя лучше. Посмотрите, антипригарная форма. Все просто отошло от краев. Я сейчас кабачок хочу посыпать немного сыром. Почему сразу это мне сделала? Потому что сыр сгорит. Это у меня такой сыр по типу российского. Можно, знаете, даже потрогать просто серединку пирога. Она еще чуть-чуть мягкая. Но этот уже будет минут через 7 готов. Сыр расплавится и будем его есть. Ну что, у нас готовы наши пироги. Вы видели в духовке, они немножко так поднялись, бортики, когда мы показывали. Вот они буквально 5 минут постояли. И все опустилось, они теперь ровненькие, красивые. Вот смотрите, как он настал от формы сам. То есть настолько классное антипригарное покрытие, что, в принципе, ничем смазать его не нужно. Он не очень высокий получился, так как бы и задумано. Вот. Здесь оптимальное соотношение заливки. Иначе это сыр. Я специально не стала запекать. Если хотите, сделайте корочку. Я люблю, чтобы он был такой, как плавный. Такая красота. Сейчас попробуем. На самом деле, очень вкусно получилось. Чувствуется вот эта солоноватость брынзы. Кабачок такой немножко хрустящий и нейтральный, в принципе. И горчица. Вот горчица очень играет здесь, в этой заливке. Пробуем теперь с вишней. С вишней особенно лучше подавать. Это прям чуть ли не горячий, потому что, видите, у меня пар идет. Так вкуснее. Пахнет ванилью. Вишней. Да, это круто. Обязательно попробуйте приготовить, потому что ничего сложного здесь нет. Это очень вкусно. Это хорошо помогает утилизировать какие-то ягоды, кабачки, если вдруг вы уже не можете их есть в суровом виде. Вот. Так что всем желаю приятного аппетита, кулинарных успехов. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который есть у нас. Ссылочка в описании. Также на наш ютуб-канал, чтобы у нас было больше подписчиков, больше людей о нас знали. И до новых встреч!